Всем привет, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на своем YouTube-канале. И сегодня у нас с вами большой тест-обзор бюджетного бренда Ellen Pro Beauty. У нас с вами будет две палетки теней, консилеры, пудры и, конечно же, хедлайнер этого видео – гель для бровей. Не переключайтесь, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои видео. И я совсем скоро вам расскажу, почему же гель для бровей так важен и почему же он в этом видео будет хедлайнером всего этого ролика. Кожа, как вы видите, без всего, поэтому давайте мы сейчас приступим непосредственно к нанесению всей этой красоты. Из консилеров я уже, естественно, попробовал. Это оттенок 01 Light и у нас оттенок 02 Beige. Вот так они выглядят. Сейчас я нанесу тон и перейдем к консилеру. Итак, тон я уже сделал. Сейчас будем наносить консилеры. С одной стороны будет консилер 01, с другой стороны будет консилер 02. Значит, этот консилер имеет вот такую вот прекрасную лопаточку и вот так вот он прекрасно выдавливается. Мило, правда? Очень удобно. Кстати, вот так и нанесем. Будем немножко использовать трендовый макияж. Я вот думаю, наносить сюда или нет, или не наносить. Ладно. Нанесем. Как уж и быть? Сюда. Ну, вроде как-то так. И сейчас нанесем с вами оттенок 02 Beige. Откроем его сначала. На эту сторону я наношу оттенок 02. Видите, он чистенький. Я им еще не пользовался. Могу сразу сказать, что первый оттенок, он немножко с желтым подтоном, а второй с персиковым. Это видно. Сейчас мы с вами все это быстренько тушанем. И перейдем к следующему этапу красоты. Итак, друзья, я не знаю, видно ли это на камере или нет, но все-таки это действительно с более желтым подтоном, а это с персиковым. И мне еще кажется, что вот этот консилер 02 Beige, он все-таки больше с подсвечивающим эффектом. Это мне так кажется. На камере, ну да, мне кажется, это светлее все-таки. Потому что я говорю, когда я пробовал наносить оттенок 01, он в течение дня на мне был немножко желтоват. А этот мне нравится. 02 Beige. Сейчас мы с вами сделаем немножко коррекции лица и закрепим это все пудрой. Ellen Pro. Одна в оттенке 01, другая в оттенке 03. Где у нас с вами был светлый консилер 01, мы нанесем сюда пудру 01. А где был консилер 02, непосредственно нанесем пудру 03. Значит, они новенькие. Я ими еще не пользовался, кстати. Сегодня буду пользоваться вместе с вами. Значит, пудра... Ну, вы посмотрите, какая красивая. Необычно, правда? Я первый раз встречаю такую пудру, где вот так выбит бренд именно сверху. Не вглубь, а наружу. Честно, я не особо вижу разницы между пудрой 01 и 03, но, как вы видите, эффект блюра присутствует. Мы с вами припудрили Т-зону и припудрили зону под глазами. Ну, могу сказать, что мне очень нравится эффект от этой пудры. То есть, она... Ее не видно на лице. Она ничего не подчеркнула. И она сейчас пока что не стягивает кожу. Есть такие пудры. Мы с вами про них уже говорили, что, когда вы ее наносите, они моментально начинают иссушать ваше лицо. Поэтому такие пудры подходят исключительно для людей с супер жирной кожей. Сейчас мы с вами переходим к хедлайнеру всего этого видео. Это новый гейт для бровей от бренда Ellen Pro. Вот так он выглядит. Я его уже вазюкал, мазал, тестировал. Что я с ним только не делал. Он прошел у меня огонь и воду, и медные трубы. Значит, сейчас мы с вами будем его наносить. И вы увидите потрясающий эффект. Смотрите, я сделал только первую бровь. Вы видите разницу? Какая здесь бровь, и какая здесь? Итак, что же этот гель для бровей умеет? Во-первых, он создает вам эффект наполненных бровей. Таких больших, густых. Это называется эффект волчьих бровей. Значит, он все прекрасно фиксирует. Он держится в течение всего дня. И у него матовый финиш. Что редкость у таких железобетонных средств для бровей. Его можно наслаивать. И когда вы его наслаиваете, у вас не остается белого налета, каких-то белых комочков. И опять же, даже после двух-трех наслоений этого геля у вас будут матовые брови. Это если вы не хотите добавлять туда цвета. Но цвет мы добавлять с вами будем. У нас будет с вами карандаш для бровей. Я несколько раз наслаиваю этот продукт, потому что я люблю большие пышные брови. Видите, какие получились брови без еще окрашивания. Ну, мы с вами здесь доделаем хвостик. Здесь тоже. И чуть-чуть их заполним карандашами для бровей. Сейчас у нас с вами нет искусственного света. Поэтому вы можете видеть, как продукт лежит под глазами. Здесь у нас с вами оттенок 0.1 консилер. Здесь оттенок 0.2. Я не знаю, но, по-моему, разницы особой нет. Но сейчас я могу сказать, что это светлее, это темнее. Но если смотреть не в камеру, а в живое зеркало, то это для меня все-таки чуть-чуть имеет желтый потон. А вот оттенок 0.2 идеально построился под мой тон кожи. Итак, я открыл большую вот эту палетку. У нее нет зеркальца, но вы посмотрите, какие красивые оттенки. И думаю, что сейчас я буду использовать не карандаши для бровей, а вот эти два оттенка. Потому что этот оттенок идеальный талповый оттенок. И вот этот темно-коричневый идеально подойдут для рисования бровей. Значит, здесь невероятно красивые блестки. Сейчас я вам все это покажу. Также есть вторая палетка. Она чуть меньше. Ну, как чуть меньше, она маленькая. И она немножко повторяет, совсем немножко, большую палетку. Чуть-чуть. Но это у нас более теплая палетка, это более холодная. Поэтому сейчас я сделаю брови вот этими двумя оттенками. У маленькой палетки теней, вот такой, есть большое зеркало. У этого нет. Да. Нет. Вот здесь нет никакого зеркала. Здесь зеркало есть. Поэтому поставим вот так и будем делать брови. Друзья, я сделал брови вот этими двумя оттенками. И сейчас вам покажу эти прекрасные тени. Они матовые, видите? И они не сыпятся вообще. Сейчас покажу. Берем. И они не сыпятся. Просто очень хорошие базовые тени на каждый день. Сейчас мы еще складку века затушуем вот этим светлым оттенком. И оформим уже бровь. Прекрасный, я считаю, оттенок taupe. И темно-темно-коричневый тоже для брови идеально подойдет. И опять же повторюсь, они не сыпятся вообще. То есть никакой пыли нет. И хорошо отдают оттенки. Сейчас покажу вам оттенки уже с блестками. Так выглядят блестящие шиммерные оттенки. Они на, знаете, такой кремовой подложке. И они опять же не сыпятся. Они имеют мельчайшие блестки. То есть не крупные. И их не чувствуется даже, когда наносим их пальцами. И вот сейчас вижу, что они действительно чуть-чуть повторяют оттенки непосредственно матовых теней. Вот это очень красивый оттенок. Его можно наносить в уголочек глаза, что мы с вами и сделаем. Ну, красиво, правда? Мне очень нравится. Я не ожидал от этой палетки такой красоты. Видите? Я вот здесь макнул пальцем, и она как раз вот находится в такой как бы гелевой текстуре. То есть они не сыпятся, не разлетаются и очень быстренько набираются на палец. Вот смотрите, хопа. То есть легкими вот такими прикосновениями, просто вот не натирая, а просто придавливая, они переносятся вот так вот непосредственно на руку. И можно создать вот такой вот градиент. Ну, очень красиво. Я считаю, что для новогоднего макияжа это просто идеально. Я нанес на верхнее и на все веко вот этот оттеток. Он, кстати, не такой уж и светлый, потому что, видите, он чуть-чуть отливает таким персиковым подтоном. Я думал, он будет светлее, но нет. И сейчас нанесем немножко в уголок глаза светлого, блестящего точнее. Прошу прощения, что смотрю и на себя, и в зеркало, и на вас, чтобы просто не попасть себе в глаз. Сейчас мы с вами сделаем красоту. Я хочу смешать вот эти три блестящих оттенка, вот под бровью особенно. Что-то вот мне так захотелось это сделать под бровью. И я вообще решил, что все это я сделаю абсолютно пальцами, потому что, ну, потому что мне так нравится. Вы посмотрите. Так удобно. Могу сказать точно, что наносить вот эти прекрасные блестящие тени удобно пальцами, потому что на кисть они чуть-чуть плохо набираются, и кисть их плохо отдает. Вот. А вот пальцами просто, ребят, идеально. Главное только не переборщить. Короче, значит, своими прекрасными пальцами я сделал вот такую вот красоту на лице. В принципе, в принципе, дорогие друзья, для повседневного макияжа на каждый день, я считаю, можно так ходить. Наверное, чуть-чуть темновато, но все же. И давайте добавим еще, наверное, вот сюда чуть-чуть вот так вытянем. Еще чуть-чуть вот так. Потому что все, что я вижу, как делают макияж, все практически делают пальцами. Не знаю, как вы, но вот пальцами, правда, удобнее всегда там что-то там хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Итак, дорогие друзья, давайте подведем итоги. Что могу сказать по поводу всей этой безумной красивой коллекции от Ellen Pro Beauty. Сразу скажу, что это была моя первая палетка для глаз в жизни. Первая. Да, это моя первая палетка теней в жизни. Да, мы с вами не протестировали вот эту малышку, но у нас с вами впереди еще будут новогодние праздники. И мы все с вами еще раз протестируем и сделаем большой обзор. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста, на канал, поддержите это видео лайком, вашим комментарием и подпиской. И поставьте еще колокольчик, чтобы не пропустить следующий тест-обзор. Что же могу сказать по поводу этой палетки? Это для меня лично стала палетка супер-пупер универсальная. Во-первых, из-за этих уже двух оттенков теней, что я могу сделать брови. А самое главное, что эти матовые тени не сыпятся. То есть, когда я делал брови, они не рассыпались, никуда, знаете, не падали. Потому что есть такие тени для бровей, да, иногда их еще называют тени для бровей и для глаз. То есть, это два в одном. И они очень сильно пылят и сыпятся. И это не очень получается красиво. То есть, да, у тебя получаются дымчатые такие брови, но вот здесь получается немножко грязи. Даже когда ты начинаешь все это смахивать кисточкой. Здесь такого нет. Значит, прекрасные вот эти вот оттенки, которыми можно создать абсолютно легкий повседневный базовый макияж. И с этими оттенками и с этой палеткой справится абсолютно любой новичок, который, как и я, первый раз в своей жизни держит палетку теней для глаз. И самое главное, это невероятные вот эти шиммерные тени. Они очень, кстати, похожи на свет, который сзади меня. Нет, ну, ребят, ну это просто какая-то невообразимая красота. Ну, вы посмотрите. Жемчужный, сине-фиолетовый, розовый. Это очень все красиво. Я в полном восторге, поэтому эту палетку я, естественно, никому не отдам. Следующий, я думаю, макияжа и не только видео вы будете видеть на мне вот эту палетку. Что же касается геля для бровей. Я им пользуюсь уже больше двух недель ежедневно. И я просто в полном восторге от этого продукта. Во-первых, он супер бюджетный. Я оставлю все ссылочки на этот бренд в инфобоксе. Значит, он прекрасно держит брови. Он их не делает ни липкими, ни какими-то блестящими, ни грязными. Он не разъедает вокруг макияж. Он не разъедает продукт. Он дружит с любыми следующими средствами для бровей. Будь это тени, карандаши или следующий, например, еще вы захотите цветную тушь для бровей. Он абсолютно дружит с этими продуктами. Если же вы будете использовать этот гель для бровей как самостоятельный продукт, без цветных продуктов, просто эффект ламинирования, идеальное средство, которое будет держать ваши брови в течение всего дня. Это будут у вас железобетонные брови. Я вам гарантирую. Я люблю такой эффект. Я люблю, когда средства для бровей, особенно гель, который бетонирует брови, я уже говорил не раз в своих видео, для меня это очень важно. И этот продукт полностью соответствует моим требованиям. И когда он у меня закончится, я его обязательно повторю. Называется мыло для бровей. То есть это жидкое мыло для бровей. Вы знаете, что у нас есть с вами пшик-пшик мыло, и надо щеточкой вот так наносить. А это их новый продукт. Жидкое мыло для бровей. Просто по-нашему гель для бровей, который имеет железобетонную хватку. И это, опять же, самое главное для меня. Ваши брови никуда не уйдут в течение дня. Уж поверьте мне. Что же касается консилеров. Консилеры мне понравились, и действительно, мне понравился оттенок 02. Несмотря на то, что он как бы должен быть темнее моего тона кожи, но он имеет персиковый патон. А мне такой патон действительно нравится. Потому что оттенок 01, он имеет желтый патон. И можно чуть маскировать, но мне, в принципе, оба консилера понравились. Они не супер жидкие и не супер, знаете, такие густые, плотные, которые прям как замазка. Нет, они действительно плотные. И когда, видите, он плотный, такой густой, но он очень пластичный. То есть вы его прекрасно можете нанести под глаза. Он не будет утяжелять. Он не будет скатываться и как-то, знаете, куда-то там западать. Как многие, знаете, такие густые, плотные консилеры. Так раз-раз-раз и прекрасно может вам закрыть, будь это родинки или какой-нибудь нежелательный друг на лице. Видите, он более розовый, нежели чем этот. Но мне подходит почему-то оттенок 02. Каждый продукт, я считаю, каждый пигмент подстраивается непосредственно под ваш тон кожи самостоятельно. Что же могу сказать по поводу двух пудр для лица в оттенке 01 и 03? Оттенок 01 все-таки светлый и немножко такой беленький, желтеньким. А оттенок 03 все-таки с таким вот розовым подтоном. Ну, не знаю, их я буду, конечно же, еще тестировать. С этими пудрами мы не прощаемся. И вы их увидите в следующих видео на моем канале. Они мне очень и очень даже понравились. Я их буду тестировать, конечно же, дальше. Спонжиками вот такими я не пользуюсь. Он был в комплекте. Делается вот так вот. Поэтому наношу я пудру кистью, как и обычно другие пудры. Вот такой вот был тест-обзор бренда Ellen Pro. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Ну, а мы с вами совсем скоро увидимся в новых видео. Большое вам спасибо. Всем пока-пока и до скорых встреч.